привет вас ну это видео можно назвать как зачем я работал подавателем как я работал подавателем что учил студентов и что я научился у студентов ну и заодно а для чего эти студенты для чего учиться действительно так получилось что моей бурной биографии был этап когда я работал преподаватель официально работал хочу всем напомнить что я кандидат экономических наук ну вообще-то по международному классификатор звучит красивее называется доктор философии в скобочках экономика когда я работал французском банке и американском фондовом рынке мне письма писали диодоктор философии первый раз я пошел работать преподавателем киевский институт народных хозяйств но тогда так называл сейчас называется киевской экономические не киевский национальный кимский университет назывался king сейчас вадима гейтмана раньше называлась демяна сергеевича короче я пошел работать стажером ассистента преподавал стажером ассистента к авторе планирования народных хозяйств почему планирование хозяйства я заканчивал этот институт заканчивал до плановый экономический факультет причем не жутко нравилось учиться до дырения просто бывает же человеку нравится мне вообще очень понравилась эта специальность это так что почему бы не пойти поработать я много раз говорил и рассказывал что я очень хорошо знаю экономику украинской советской республики ну во первых пару своей деятельности я действительно знаю как бы теорию знаю практику и как вы догадываете что работая на этой кафедре и даже когда еще был студентом я был студент необычный статьи писал боже какие ненаивные часть боже куча писал еще в те времена естественно общался с работниками госплана работниками цк компартии украины работниками цвета министров о ссср так дальше 5 причине когда я вам рассказываю про экономику украины и рассказываю что советский союз не мог не развалиться я говорю вам правду я вам реально а не мифы которые услышали маленькая романтика маленькая романтика ну я так догадываюсь что вы не помните продовольственную программу конце позднего брежнева была принята продовольственная программа по хайным событиям когда я принимал это много выступали заявля там то что это гремел а мне попалась в руки конечно благодаря работникам цк закрытая докладная записка которая экономически обосновалась зачем эта программа ну вы же понимаете программа не просто так принимала что захотелось но было экономическое обоснование какой был смысл этой программе соответственно ну как вы понимаете в этой докладной записке закрыты была написана правда голода в ссср не был в ссср тоже но дефицит продуктового питания был колоссальный умопомрачительно до ссср знали почему и не приняли эту правду они надели что можно хоть что-то сделать не сработало знаете если причем там данный был за 50 60 70 то есть скажем так уже 70 60-х годах уже была проблема колосса 50-х она была но там ее спасали где-то карточная система где-то низкие доходы а уже в 70 то есть понимаете цк понимали что плановая экономика труп пытались исправить но не получилось вот такая ситуация первое что мне доручили ну как ассистентов ну ассистент преподавателя вести семинарское занятие ну вообще по логике вещей ассистенты ведут семинарское занятие и мне первое что доручили вести семинарские занятия у вечерней формы обучение почему вечерней а никто не хотел ну поймите вот вы говорите вот я пришел на работу меня молодого специалиста да 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 ребята я тоже начало с того что меня как молодого ассистента мягко говоря засудили туда куда не хотели идти это доцент так дальше ну ничего со временем я уже дневной потом семинарский вообще-то по закону считается что в те времена лекции читают доценты ассистенты ведут только семинарский ну потому что чтобы лекции читать надо иметь уже ученую степень звание но были случаи когда я тоже начал читать лекции причем первую лекцию действительно нервничал хотя там не маленькая небольшая была аудитория получилась такая ситуация что ну доцент тот который должен читать был лекции за которыми его семинарский он не мог там по объективам причин попросил заменить я пришел прочитал за него лекции ну почему бы не научился и потом честно говоря ой было много всяких случаев когда приходилось поменять там чаще всего да преподавателя существует я не знаю как сейчас думаю тоже замен когда грубо говоря но к примеру я прочитал за него лекцию он за меня семинарского да только потому что преподаватель фактически приходит на работу когда занятие понимаете и бывает такой случай что тебе выгодно договориться ты не приходит одно занятие в один день ты договорился раз и один субботно такое тоже было так что вот такая вот ситуация существовала но сразу сразу отвечая на вредный вопрос брал ля взятки не не брал ну первых знаете даже не так не давали ну смотрите как человек который вел семинарские занятия я не имел права принимать экзамен я понимал только зачет порядок стоит тем более ну не знаю может быть я был не такой опытный я конечно видел что вытворяли некоторые доценты они устраивают террор полнейший причем беспредельный и доводили группу до того что старость пришел договариваться сколько будет стоить чтобы хотя бы не завалить я такой не устраивал сразу говорю ну а не знаю правильно ли я делал по этой причине что было то было ребят взятки не давали я конечно я видел что ответному двоечнику который он делал экзаменатор ставит шикарную оценку да были случаи не спорю приходил сов кафедре или чаще всего зам декана который просил меня поставить зачет я этого студента в глаза не видел он ни на одном занятии не был и оставил зачет зачем ссориться зам декан что-то тем более так что поработал я ну понимаете конечно когда это пришел прежде всего начал писать диссертацию потому что поймите ассистент это хорошо но доцент вообще в советские времена доцент был очень круто и мне действительно хотелось стать доцентом получать хорошую зарплату бездельничать и еще один трюк когда я начал работать на кафедре я параллельно начал заниматься наукой ну смотрите тогда была такая всегда научно-исследовательская работа практически все преподаватели параллельно занимались вот я входил научно-исследовательский центр который развивал экономику на заводе антонова ну там подробно назывался по-моему назывался научно-производственное научно-производственное национальное объединение имени королева честно королева я уже не помню по моему королева назывался по этой причине когда я вам рассказываю что анны отстой что ничего не это я и не смысла я общался с генеральным директором ну соответственно там где по экономике за инженером они тогда мне говорили но я же как дилетант задавал что ничего не получится вот это их не слова для того чтобы действительно перепрофилировать завод из военных а антону это военный на гражданское надо снести к черту весь завод фундамент и продать построить но я конечно задавал дилетантской а вот можем ли произвить бой они смеялись вы просто понимаете насколько оказывается действительно специфическая вещь они рассказывали про патенты и про ворованные патенты все было так что честно говоря вот то что не предпредел еще в 80-е года они говорят а тогда было моно конверсии сейчас они не сработает она не сработает ну увидим сколько прошло времени кучу денег потратили на этот завод на эти аны не сработало но зато я теперь как специалист авиастроения знаю моя диссертация называется очень экзотично внутрихозяйственные цены на промышленном предприятии то время опять же наверное уже не помните в горбачок запустил хозрасчет было две модели хозрасчета первая вторая и вот для того чтобы эти модели реализовать на практике для этого и нужны были внутрихозяйственные цены которые позволяли бы оценить какой цех работает лучше какой хуже и перераспределение премий очень правильно учитывать кому больше премий кому меньше но в целом случае я так думал диссертация про это а потом потом произошло то что наверное и должно было произойти девяносто первом году еще советской власти пресс-советской я ушел с кинха пошел работать потребительскую операцию что называется госплан цк все это ушло я спустился на самый ну как бы земле потребительская операция занимала должность главного экономиста это что-то наподобие замдиректора по экономике ну просто да было вот главный инженер главный экономист и так дальше генеральный директор немножко другое название по этой причине я чертовски хорошо знаю сельское хозяйство меня починить был свино-кормочный комплекс я хорошо знаю и фермеров да 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 и советский совхозы колхозы да 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 общался вместе бизнес шикарно знаю пищевой промышленность всю но так легкой строительство торговля как там работал это отдельная тема это действительно 90 шальные я поработал но параллельно я все-таки защитил диссертацию причем не получилось только интересный курил я диссертация защищал девяносто втором году и диплом у меня кандидат крымскнук выписан еще вак ссср то есть еще не было вака украины был вак ссср меня отдал диплом вак ссср он признается так что здесь особой разницы нет даже его не надо переоформлять а потом уже девяносто читать и обратно вернулся преподавательской деятельности тогда пошел работать киевский университет но тогда он не назывался еще национальный взялся киевский университет имени тараса шевченко естественно пошел работать когда гадость на факультет экономики на кафедру инновационного менеджмента думаю сейчас только кафедры уже нет честно говоря тогда было а тогда как раз и шел этап ну если в кимхе там было все четко плане народное хозяйство учебники программу причем они не менялись действительно довольно долго и честно говоря были скучно ватт и вы даже представляете как сложно было и на раз очень немножко заинтересовать студентам скучись а вот университете шевченко уже все тут менялась менялись название менялись специальность дисциплины появляется наш такой азар был так что я там уже почитал всего и макро микро и соотношение пропорции стоимость денег что только нет но что интересно в этом и очень даже интересно это то как так как это что ты лишь университет вместе со мной на кафедре работал человек который по совместительству работал в администрации президента помогал развивать предпринимательскую деятельность приватизации малый бизнес да оттего рядом кафедра была эти зал кафедры был советником куча он занимался развитие финансов плюс ко всему мой зал кафедры он же был беканом он ну скажем вот так в каких только мероприятиях не участвует даже не представляете какое громадное количество действительно шикарных антических обзоров различных изысканий плюс ко всему действительно хороших идей идей по тому как реформировать как поменять законы что добавить что уменьшить все это было но я и раньше догадывался все эти разговоры про реформа то фуфло но честно говоря надеялся что все таки видел как работал цикл капу конечно делался что новость будет по-другому когда я немножко цинично отношусь к власти потому что я чертовски хорошо знаю и тогда я после этого довольно много пересекался с представителями власти смотрите какая получается глупая ситуация во первых как вы поняли министра интересует только его должность занявший пост он занимается одним интригами чтобы удержаться на посту второй или выхудшим его интересует его личный доход а третий наверное это наверно может и первое он тонет в текучке по этой причине что толку делать шикарный реформ правил он пару строк прочитает и все а дальше вы даже не представляете какие были дурные ситуации вроде бы вот хороший законопроект все все принимает конечно варианте черт нашел поменяли перекрытили так что когда вот говорят про реформы я говорю пошути пошути ну я там тоже долго не поработал не обессудьте и пошел работать банковскую сферу 95 да 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 что поделаешь банковская сфера но работая в сфере преподавания и скажем они так сначала меня привлекли читать лекции для людей которые хотели получить сертификат торговца цены бумага депозитарь и так дальше я действительно почитал такие лекции там регистраторов депозитарщиков компания про проектив по этой причине фондовый рынок атаку это сложно и так получилось что когда я работал еще кинге со мной работал человек который после этого стал руководителем комиссии по ценным бумагам украины бывает давать так поэтому фондовый рынок я скажем вот так сейчас может конечно какую-то часть людей не знаю но раньше большую часть во-первых их так или иначе учил пересекался и вот старую гвардию фондовый рынок украины знаю шикарно это что есть то есть ну и соответственно банковская нас пересекается а потом я сам не знаю как так получилось что меня начали привлекать читать публичные лекции а тогда как раз начали открываться школа экономики вот эти вот всевозможные том числе могилянки и так дальше я проходил там чаще всего одну две лекции почитать я рассказывал людям как на практике работает теория которая хочет действительно очень интересно и мне это очень нравится я уже читал понимаете читать студентам хорошо чаще всего молодежь ну даже ты стараюсь а я не всегда это интересно ну аж не работала а уже когда читаешь вот именно людям как бы второго уровня которые пришли по втором класс им интересно действительно это хотят так что тут тоже играет немаловатных значений а потом я проработал даже в канадском колледже ну понятно преподавал я на территории украины хотя там были часть преподавателей приезжали с канады программа была канадская учебники канадские оценки канадские и экзамены принимали тоже канадской по этой причине там действительно срабатывал эта система когда фактически им давали на настоящий канадский депут что полезное ну во первых я увидел как строится система отличается действительно и оценивание преподавание очень сильно отличается от наш видел как это мало то что я пообщался с людьми которые там преподавали причем оказывается что там очень популярно что человек канаде поработал сша в англии то есть они так что на степени если там шастает по этой причине действительно узнал как там работать чем там отличие интерес да отличается сейчас она старается подтянуть к этому но еще немножко не так там совершенно немножко опять же не слушай хорошо плохо масса спору масса дискуссий хорошо или плохо но имеет место и дальше а дальше и вообще попал ну как бы опять это все я работал банковской сфере на фондовом рынке так дальше но параллельно развлекался тем что почитал лекции я читал лекции и бей да вот сейчас по моему называется международный институт бизнес он несколько раз название просто ребята и там был украинским бей интернешнл бей excel и все названия даже не да ну понятно есть не все кусочки лекции чаще всего финансы чаще всего я читал портфельные инвестирования так дальше так что такое тоже был для души прям по моему это слово мы эти преподавателям действительно интересно но я все таки не брал даже когда в сети работал как-то она не складывалась и не очень хотелось а зарплат преподавателя ну не бей конечно хорошо спорить не буду а в таком конечно маловато и получается что ты слишком много тебя хотят и слишком мало платить по этой причине сейчас бы конечно я не пошел работу продавать не интересно слишком напряжен что называется но время от времени действительно лекции почитаю чаще всего их можно назвать публичные потому что там 1 2 3 лекции что называется поразвлекать да на лекциях я не троллю сразу хотя действительно общаюсь с людьми и рассказываю правду да действительно на моих лекциях есть лучше когда я начинаю рассказывать про банковскую сферу люди начинают сказать а как обмануть банк а как вывести из-под залога а как выглядеть да такое бывает хотя бы как вы понимаете официально в тематике нашей лекции этого нет на практике действительно беседы у нас бывает приходит на очень интересную тематику и действительно получилось так как очень много работал банковской сфере очень работал ну на всевозможных производствах и действительно знаю бухгалтерский учет и различные методы учета контроля так дальше а так как еще увидел как работную система работает и как преподавание делается за рубежом то принципе даже система знаю вот такая вот ситуация и вот такой с меня получился преподаватель как говорит один мой знакомый преподавание это просто наше хобби по большому счету как сейчас платят преподавателю это хобби